Sony наконец-то выпускает свою игровую гарнитуру, которую можно подключить как и к ПК, так и к PlayStation 5. Sony in Zone H9. Всем привет, с вами Снег и это обзор наушников Sony in Zone H9. А все те, кто впервые на моем канале, не забываем нажимать кнопочку подписаться, ставим лайк этому видео, если оно вам было полезно и также пишем комментарии снизу, какую бы еще игровую технику хотели бы увидеть на моем канале и как вам наушники in Zone H9. В принципе, что и стоило ожидать. Sony потихоньку начинает сливать свои эксклюзивы на ПК, потому что все, у кого есть PlayStation, уже прошли вдоль и поперек эти игры и как-то зарабатывать надо. Поэтому Sony начинает портировать эти игры и продавать их на ПК. И то, что Sony ворвется в рынок ПК со своей периферии, в принципе была не новость. Она представила свои новые мониторы M3 и M9. M3 это Full HD монитор с частотой кадров 240. Что же M9? M9 4K монитор с частотой кадров 144 Гц. Также Sony представила новые наушники, которые ты можешь подключить как к ПК, так и к PlayStation. Это H3, H7 и H9. Именно H9 в данный момент у меня на обзоре и про нее я расскажу, что и как они там сделали. Кому интересно, H3 это простая проводная гарнитура. H7 это беспроводная гарнитура со всеми теми же параметрами, что и H9, только нету шумоподавления. Насчет шумоподавления я вам расскажу чуть позже. Также у меня есть для сравнения SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless, где тоже есть шумодав. Немножечко сравню эти два шумодава, как работает на SteelSeries, что сделала Sony. И в принципе сделаем вывод, годная ли эта покупка или нет. Когда Sony презентовала новые наушники, в принципе для меня это был сразу must buy. Я сразу же сделал предзаказ на эти наушники, пришли они у меня 9 числа в субботу. Обзор я снимаю сейчас во вторник и у меня есть о чем вам рассказать. В наушники поставляются в красивой фиолетовой коробочке, где написано InZone. Это новая игровая периферия от Sony. Именно не PlayStation, а Sony. Потому что PlayStation раньше делал геймпады, сами PlayStation, а также игровые наушники для PlayStation. Что же делало подразделение Sony? Оно делало музыкальные наушники, которые ты можешь брать с собой. Подключались они по Bluetooth, к PlayStation подключить было невозможно. Также ты мог их подсоединить к ПК, но играть было невозможно, так как Bluetooth большая задержка. И... нет, нет, нет. И теперь Sony делает игровую гарнитуру, которую ты можешь подключить как к ПК, так и к PlayStation 5. Как только мы открываем коробочку, слева красуется надпись, где показано, как их подключить к ПК и как их подключить к PlayStation. На донгле есть маленький переключатель PS5 ПК, и ты переключаешь и спокойно коннектишься. Никаких танцев с бубнами, ничего делать не надо, просто вставил донгл, включил наушники, все. На ПК же нам еще надо скачать дополнительный софт, это InZone Hub, где мы можем регулировать эквалайзер, добавлять баса, уменьшать бас. Также саморегулировать настройки шумодава и прозрачного звучания, когда ты включаешь, и ты слышишь, что происходит вокруг. Допустим, если кто-то с тобой разговаривает, ты это услышишь. Теперь я замечаю, что это новая тенденция, и в многие наушники это добавляют, чтобы ты во время баталии не отрывался от игры и мог общаться со своим собеседником. Также через InZone Hub ты можешь включить объемное звучание, это Special Audio, когда ты включаешь, у тебя виртуально добавляются динамики, и ты как будто бы звук лучше слышишь. В принципе, как я уже каждый свой выпуск на каждом обзоре про наушники говорю, стараюсь я наушники тестировать на flat режиме, мне интересно, как они работают на flat режиме. Также иногда я включаю вот эти режимы, посмотреть, как звучит виртуальное звучание, и подвожу итог, нравится ли это мне или не нравится. В процентов 90 мне это не нравится, потому что звук очень коверкается. Что мне понравилось в Special Audio именно у компании Razer, то звук был четкий, ты слышал больше, и он не коверкался. Программа не сильно напичкана всем чем, у тебя есть вкладка про наушники, где ты регулируешь все эквалайзеры и тому подобное. Также ты можешь выставить время, когда наушники пойдут спать, когда не будет никакого звука даваться на наушники. Все это ты можешь регулировать на InZone Hub. Также самое ты видишь процент батареи, но он сделан не в процентах, а именно батареечка и 4 палочки у тебя, которые ты видишь. По заверению самих Sony, наушники держат 32 часа заряда, это большой показатель. Но со всеми включенными шумодавами и так далее, наушники выдерживают где-то 25-26 часов, и это стабильно. Также наушники поддерживают быструю зарядку, что любит делать Sony. В своих плеерах она делала быструю зарядку, так же само в наушниках у них есть, так же быстрая зарядка. 10 минут заряда, 1 час работы. В принципе, если у тебя садятся наушники, и тебе надо чуть-чуть подзарядить, сходил, сделал себе кофеек, чаек, поставил на 10 минут на зарядку, наушники тебе дополнительно дали еще час работы. Это прикольно. Заряжаются они очень быстро, если сравнивать с Odyssey Penrose, то Odyssey Penrose заряжался 8-9 часов, если их полностью посадить. Это чересчур. Мне приходилось ставить их на зарядку, всю ночь они у меня заряжались. Эти же наушники я могу спокойно кинуть на зарядку пару часов, полный заряд у меня есть. Когда я видел эти наушники на рендерах или у зарубежных блогеров, то мне казалось, что сделано это из дешевой противной пластмассы. Скажу так, что пластмасса напоминает чем-то геймпад DualSense 5, именно для PlayStation 4. По ощущениям это тоже самый материал, который сделан, нету вот этой рифленности, как снизу у них сделано, но верхняя часть у геймпада в точь, в точь, как эти наушники. За счет этого наушники очень легкие, они не давят тебе на голове, а голове хотя очень мягкое, но ты их не чувствуешь. По поводу посадки на голове, так это самые удобные наушники, которые я когда-либо одевал на свою голову. Что заверяет Sony, они взяли амбушюры от наушников XM5, которые сейчас топовые наушники для слушания музыки, так же самое у них есть шумоподавление. Они взяли технологию шумоподавления от XM5, вставили их в эти наушники и так же взяли амбушюры от тех наушников и вставили их сюда. Вы только посмотрите, насколько они мягкие. Это как маленькие толстенькие подушечки на твоих ушах. Да, чаша ушей больше, и за счет того, что когда ты одеваешь их на голову, в принципе, я сейчас их одел и себя практически не слышу, но ты одеваешь их на голову, у тебя нету соприкосновения с драйвером. Они большие, да, они выглядят немножечко даже комично. За счет того, что они большие, у тебя нету такого ощущения, что у тебя ухо соприкасается с драйвером, потому что до него еще очень далеко. И за счет того, что наушники пластмассовые, они не дают вес. Если бы были с металлическими вставками или еще что-то, то, в принципе, вот эти большие уши бы давили тебе на голову и был бы дискомфорт. Дискомфорта тут нет. От слова вообще. Также на наушниках есть небольшое ледовое колечко, которое светится белым, когда ты их подключаешь к ПК или к PlayStation, и дополнительно светится синим, если ты подключаешь их по Bluetooth. Да, у этих наушников есть подключение по Bluetooth, поэтому ты можешь играть в PlayStation, подключить наушники к телефону и через телефон еще болтать с кем-то по дискорду. Это круто. Или же играешь на ПК, тебе звонят, ты также можешь ответить через наушники, не снимая и продолжая играть дальше. Это очень круто. У наушников есть, кому интересно, колесико регулировки, гейм, чат, баланс игры и чата. Многие у меня спрашивали по поводу прошлых наушников, есть ли тут такая возможность, как это реализовано на PlayStation. На PlayStation эти наушники реализованы просто по максимуму. Любая регулировка звука, громкости, все показывается на PlayStation. Гейм, чат показывается на PlayStation. Убираю наверх микрофон, мучу его, так же само показывается на PlayStation 5, без проблем. Также ты можешь их настроить на ПК, гейм, чат, выдать, допустим, на чат Discord, на гейм, все остальное. И во время игры ты также можешь регулировать это. Сделано прикольно. Кому интересно, как звучит микрофон, микрофон звучит так. Всем привет, с вами Снег и это тест микрофона на наушниках Sony Inzone H9. Вот так вот звучит микрофон, без каких-либо обработок, шла Саша по шоссе и сосала сушку. Sony умеет делать наушники и они это уже не раз доказывали. Если так поверхностно сравнить их со SteelSeries Arctis Nova Pro, то эти наушники звучат более басистые. Ты также слышишь, с какой бы стороны у тебя соперник не был, ты четко можешь понять, где он находится. За стеной, наверху, ниже, где-нибудь в другом месте. Плюс звук более басистый. Конкретное сравнение наушников Sony Inzone H9 против SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless выйдет спустя 2-3 дня после того, как выйдет это видео. Поэтому, кому интересно, ставим лайк, подписываемся на канал, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить сравнение наушников. Слушал я, конечно же, на flat режиме, все звучит четко, басисто, но если тебе надо еще больше баса, ты это можешь сделать через Inzone Hub, как я уже говорил, там есть предустановленные эквалайзеры. Также есть custom, где ты полностью под себя можешь настроить этот звук. Что же насчет объемного звучания? Это одно из самых точных объемных звучаний, которые я слышал. Оно не лучшее, но оно точное. Звук немножко, конечно же, коверкается. Не так коверкается, как в SteelSeries, но по поводу звука на SteelSeries вы увидите в сравнении наушников. Ну так вот. Он коверкается не так, как на SteelSeries, но ты просто нереально далеко слышишь, где соперники. Когда ты включаешь Special Audio, такое ощущение, что ты какие-то используешь читы. Допустим, если я отключаю Special Audio, то я слышу соперников, но когда они ближе ко мне находятся. Когда я включаю объемное звучание, то я слышу намного дальше соперников. Иногда мне кажется, что я использую какой-то чит. Кстати, когда настраивать Special Audio, надо скачать аппликацию на телефоне, сфотографировать оба своих уха, загрузить на сервер, система это все обработает, и тогда у тебя будет доступно объемное звучание. Сделано прикольное, я уже где-то такое видел. По-моему, если не ошибаюсь, в JBL было похоже. Мне очень нравится, как сделано шумоподавление в AirPods Pro. Здесь сделано практически как в AirPods Pro. Когда я включаю шумоподавление, моя жена со мной разговаривает, я ее вообще не слышу. Конечно, если она в комнате будет включить фен и будет сушить волосы, то фен на фоне я услышу. Но вентиляторы, кулера на компе, это один из самых лучших шумодавов, которые я пробовал именно на игровой гарнитуре. Также самое прозрачное звучание Ambient Sound, когда ты включаешь и слышишь все, что происходит вокруг тебя, то с этим звуком, в принципе, даже можно играть. Ты включаешь этот звук, ты играешь в CS-ку, в CS-ке звук не портится, он чуть-чуть тише становится, но плюс дополнительно ты слышишь, что происходит, и если с тобой кто-то разговаривает, так же это услышишь. Сами наушники плотно одеваются на голову и, в принципе, уже отсекают большое количество звуков. Когда ты включаешь именно шумоподавление, то ты сидишь в своей игре. Почему эти наушники называются InZone? InZone в зоне. В зоне игровой ты находишься, включаешь шумоподавление, и никто тебе не мешает. Поэтому от меня эти наушники однозначно получают, да, они дорогие. Но кому не нужен шумодав, вы можете купить Sony InZone H7. И все то же самое, что есть в этих наушниках, кроме шумоподавления, будет в H7. Плюс у них заряд аккумулятора держит, по-моему, 41-42 часа, если я не ошибаюсь. Поэтому, если вы любите играть на ПК, у вас есть PlayStation, вы любите одеть наушники, включить 3D Tempest Audio, которое хвалит PlayStation, и оно действительно очень крутое, в этих наушниках вы получите просто максимум. Из всего, что я слышал на PlayStation, самые лучшие наушники. Так же самое могу сказать и на ПК. Это одни из самых лучших наушников. Поэтому я надеюсь, что к концу этому видео ты уже поставил лайк, написал комментарий снизу, подписался и поставил колокольчик. Потому что спустя 2-3 дня выйдет сравнение наушников Sony InZone H9 против SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless. С вами был Снег. До скорых встреч.